Добрый день. Как известно, недавно было законодательно закреплено право рабочих коллективов на самоорганизацию в рамках профсоюза. Это решение суда стало закономерным итогом тенденции последнего времени. Все больше крупных и средних рабочих коллективов так или иначе самоорганизуются в рамках профсоюзных организаций. Приведу примеры самоорганизации трудящихся в частном секторе. 4900 работников газеты «Марив», «Калькалист», «Глобс», «Исраэль Айом», интернет-газет «Валла» и «Галяц» организовали рабочие комитеты через Истадруда Хадаша. Также через этот профсоюз создали рабочие комитеты 4000 работников компании «Пелефон», 4000 работников «Кляль Битуах», а также 4000 работников больничной кассы «Миухедед». Далее под эгидой профсоюза «Колохлевдим» создали свой рабочий комитет 3000 нянечек в сфере ЯСИ, 1500 преподавателей открытого университета и еще 1500 педагогов из частных школ для детей с проблемами здоровья. Вот только некоторые примеры статистики самоорганизации трудящихся. Эта тенденция вполне объяснима. Рабочим надоела нестабильность, произвол работодателей и нарушение их прав в неуверенном завтрашнем дне. Естественно, такая активность и организованный труд рабочих очень беспокоят работодателей и хозяев. Еще бы, их финансовое благополучие основано в подавляющем большинстве случаев на отчуждении и бессовестной эксплуатации подчиненных и присваивании прибыли от реализации произведенной продукции или предоставления услуг. Поэтому юридические советники объединения крупных работодателей готовят ответные иски в судебной инстанции с жалобой на преврешение полномочий судом по рабочим конфликтам и на угрозу стабильности Института частной собственности в Израиле. Интересную вещь рассказывал адвокат Рами Ланда, постоянный автор газеты «Де Маркер». Оказывается, ни один западный инвестор в отрасли высоких технологий не пойдет на сделку с израильскими фирмами, если ее рабочий коллектив организован в рамках профсоюза. В том числе и поэтому все попытки самоорганизации в частном секторе подавлялись с такой звериной нетерпимостью. Знаете ли вы, какие прекраснодушные и совестливые люди распоряжаются вашими пенсионными накоплениями? Юнель Коэн, генеральный директор страховой корпорации Мигдаль, поучает нас с вами, как нам надо жить. Цитирую его слова. Мне кажется, что в нынешней экономической ситуации и на фоне растущей продолжительности жизни люди должны меньше тратить и больше копить на старость. Надо пожертвовать стремлением к высокому уровню жизни. Я тоже всегда думал о черном дне, экономил и поэтому сегодня могу позволить себе даже не работать вовсе. Я считаю, что семейная пара должна жить на одну зарплату, а вторую откладывать в накопительный пенсионный фонд. В наше время люди выходят на пенсию в 67 лет. Это значит, что еще примерно лет 20 они будут жить на свои сбережения и пенсию, которых должно схватить на лекарства. Такая высокая продолжительность жизни весьма проблематична с экономической точки зрения. А теперь разберемся, к примеру, оклад Юнеля Коэна, генерального директора страховой компании МИГДЭ, сидящего на пенсионных сбережениях нас с вами. 220 тысяч шекелей в месяц, не считая бонусов, премии и дивидендов. Действительно, можно не беспокоиться о завтрашнем дне и поучать нас с вами, что слишком долго живем и слишком мало откладываем денег в его пенсионную корпорацию. В 2008 году в 31 населенном пункте Израиля еще можно было купить квартиру на вторичном рынке за сумму, в среднем не превышающую полмиллиона шекелей. В 2012 году таких населенных пунктов осталось всего 7 на страну. Средняя квартира на вторичном рынке пока еще стоит менее полумиллиона шекелей в Кирятшмоне, Мигдаляемике, в Твери, Ако, Афакими, Сдероте и Араде. Во всех остальных местах, включая такие города, как Димона, Насрат Элит, Цфат, Молот и Шломи, средняя цена старых квартир уже перевалила за полмиллиона. До новых встреч!